Ирина, о чем задумалась? О вечном, Коля. О, опять в работе. Нет, о времени. Оно меняет, оказывается, не только людей, но и города. Ты только посмотри, наш Могилев был совсем другим городом. Вообще не похожим на тебя лишь. Это точно. А знаешь что? Может быть, где-то лет через 100-150 кто-то будет смотреть фотографии нынешнего Могилева и в точности повторит твои слова. Или будет смотреть архив Детей Асфальт. Вполне возможно. Ну, а мы приглашаем вас совершить телепрогулку по нашему любимому Могилеву. Присоединяйтесь к нам и узнавайте больше о городе, в котором живете. Могилев в очередной раз принимал участников областного конкурса профмастерства молодых рабочих. И пусть говорят, что рабочие специальности нынче не в моде. А вот победители предыдущих конкурсов, молодые специалисты завода «Строммашина» с этим готовы поспорить. В инструментальном цеху «Строммашин» выпускают широкую номенклатуру изделий, так что его работники – универсалы. Здесь нет текучки кадров, что очень важно, ведь на подготовку хорошего инструментальщика порой уходит 7-8 лет. А еще в цеху нет жесткой конкуренции опытных и молодых работников, говорит Алексей Коляда. Это сейчас он инженер-технолог, а начинал, как большинство заводчан, с училища. Это уже потом его, останочника широкого профиля, из Светлогорска в Могилев будущая жена перетянула. Устроился токарем на «Строммашину», учился в Белорусско-Российском университете. В 2012 году с интересом принял предложение поучаствовать в конкурсе профмастерства. Такие конкурсы дают возможность посмотреть, что ты из себя представляешь, посмотреть на других, на себя. А если еще едешь на областной конкурс, то посмотреть другие заводы, как они устроены, как там люди работают, чем пользуются. В результате не просто посмотрел на других. Первое место сначала на городском конкурсе, а потом и на областном. Молодого и перспективного Алексея назначили инженером-технологом инструментального цеха. Тем более, что за ключами уже был университетский диплом. За это время Алексей Коляда достиг самого высокого, шестого разряда. Я делаю программы для станков, в частности для этого станка, для робофила. Пишу программы, чтобы вырезал сложные детали различных инфектораций. Пишу техпроцессы для изготовления различных всевозможных деталей, чтобы каждому человеку и рабочему было понятно, как ее изготовить. Мастер участка заготовки инструментального цеха Виталий Разумков на завод «Стромашина» пришел в 2005-м. У него, как и у многих его одногруппников, в свое время был выбор – остаться на предприятии, куда пришел по распределению, после училища, или искать другое место. Я заканчивал училище, меня направляли сюда, а здесь уже по-любому надо было работать два года, вроде как отработки. У меня есть пара еще моих одногруппников, которые работают на заводе, а нас направляли сюда 30 человек. Ну, кому-то понравилось, кому-то нет. То есть вы фактически все умеете? Да. Ну, вот я так и остался работать. Ну, потом, более, когда проработал где-то год, поступил в техникум, политехническое и назаочное отделение, ну и все, закончил. Сначала работал на заготовительном участке, но после конкурса профмастерства получил более высокий разряд и в должности мастера участка Виталий с июня 2013-го. Говорит, руководить пусть и небольшим коллективом, значит уметь организовать на качественную работу не только себя, и без авторитета здесь не обойтись. Молодые люди, которые приходят, им надо как-то более так поднять свой авторитет перед старыми рабочими, которые давно отработали, и в них много опыта. Вот эти конкурсы, если человек хорошо выступает, не обязательно занять призовое место, потому что это кому-то повезло, кому-то не повезло. Но если человек показал себя и выступил себя очень хорошо, то, естественно, он получает даже среди коллектива более доверие, авторитет зарабатывает среди старых рабочих. Порой говорят, что рабочие специальности не в моде, но эти молодые люди уверены, что только очень хорошие специалисты могут выпускать конкурентноспособную продукцию. А ведь именно по ней узнают о Могилеве, о Беларуси далеко за пределами нашей республики. И ребятам приятно осознавать, что они имеют к этому непосредственное отношение. На этих выходных в весенний городской гул ворвался мощный рев моторов. Дело в том, что в Могилев приехали байкеры со всей страны для того, чтобы открыть новый мотосезон. Вместе с ними за мечтой и романтикой отправился и Сергей Корпяков. Традиционное место сбора байкеров – площадка возле ГИПа. В минувшие выходные на ней, как говорится, яблоку негде было упасть. Более 600 байкеров из разных регионов Беларуси. От мемберов, участников байк-клуба, до фрирайдеров, мотолюбителей, приехали на открытие мотосезона. Двуколесные машины – от советского старичка Урала до блестящего хромом Харлея. А еще чоперы, круизеры, спортбайки, туристы. Кстати, вот этот Харлей повидал Голливуд. И не просто повидал, а участвовала съемка фильма «Люди Икс». Пока ждали официального открытия, некоторые развлекали публику. Атмосфера, как говорится, полная драйва. Мы тоже драйванули. Любопытных изевах было не меньше, чем байкеров. Многие с удовольствием фотографировали байки и фотографировались на их фоне. Сами владельцы железных коней вспоминали свои первые машины. Я сам собрал для себя первый свой мотоцикл «Днепр», на котором и выехал в 1997 году. А также просвещали нас в плане клубных правил. Если провести некую параллель, сравнив байкеров с народностью, то и там, и там есть характерные особенности. Байкер в сообществе, она в том, что здесь одни мужики. Наконец, долгожданный старт, и колонна направилась в центр города. Праздник состоялся, мотосезон открыт. Причем для людей на двухколесных праздник стал двойным. У нас сегодня двойное торжество. Сегодня у нас у человека свадьба, у нашего мотоциклиста. Мы его проводили в ЗАГС на мотоциклах, и потом приехали сюда. Дальше байкеров ожидал молебен, церковное благословение и еще несколько часов езды по улицам города. Последней остановкой стала площадка возле танка. Здесь мото-люди рассказали нам, что для них байкерство. Это и свобода, и адреналин, и все вместе. Болезнь это? Я сколько раз пытался как бы уже закончить, но это мне кажется в организме, когда это есть, просто невозможно без этого. И здесь же мы узнали другие подробности правил байк-клуба. Человек, который стремится вступить в байкерский клуб, называют суппортом. По прохождению какого-то срока прикатывания он становится проспектом, то есть находится на первоначальной стадии вступления в байкерское сообщество. Со временем он может стать мембером, то есть полноправным членом клуба, имеющим право голоса при решении каких-то вопросов. А на прощание романтики дорог рассказали, о чем мечтает. С приходом весны ощутить снова свободу, дорогу, шум ветра и шум ветра. Весна приносит новые краски не только в природу. Каждый новый сезон меняется и палитра нашего макияжа. Как этой весной будут выглядеть глазки и губки очаровательных могилевчанок, узнаем прямо сейчас. Апрель. Хочется сиять, как весеннее солнышко, и в то же время быть яркой, как первые цветы. И без хорошего макияжа тут не обойтись. В этом сезоне модно сияющая здоровая кожа, легкие тона. Также очень актуальны в этом году цветные стрелочки, которые позволяют подчеркнуть цвет радужки глаза. Как их сделать? У визажистов свои уловки. Внимание, секрет номер один. Стрелочки не обязательно делать подводками специально подведенными. Для этого вполне можно очень даже успешно использовать тени. Тоненькой кисточкой, влажным способом мы наносим тени по линии роста верхних ресниц. Это намного проще. Сделать взгляд теплым, сияющим и подчеркнуть цвет глаз помогут нежные, едва заметные тени. Голубые глаза модели мы оттянили персиковым цветом. Можно делать экспресс-макияж, не надо каких-то сложных переходов теней. Можно слегка складочку века затемнить персиковым розовеньким оттеночком в соответствии с вашим цветативным, теплым или холодным. Мы делаем натуральный макияж. И в этом сезоне актуальны не матовые, припудренные лица, а свежие и сияющие. Добиться этого помогут легкие муссы и пудры со светоотражающими частичками. Скулы тоже надо подсветить. Внимание, секрет номер два. Румяна опять же могут заменить тени. Перламутровые, розовые или золотисто-бежевые. Важно не переборщить нанесение, потому что в тенях намного больше пигмента, чем в пудре и в румянах. Поэтому их желательно носить кисточкой и легкими смахивающими движениями. Этой весной акцент на губы. В моде матовые яркие помады. Это красные, морковные и все ягодные оттенки. Земляничные, малиновые, клубничные оттенки. Или воспользуйтесь секретом номер три. Можно использовать просто карандаш. Обыкновенный косметический карандаш для губ. Карандаш дольше держится и не растекается. Перед этим губы лучше смягчить бальзамом. Пару штрихов и вуаля, весенняя фея готова. Цветные стрелочки, сочные губы и сияющая кожа. Все, что нужно, чтобы выглядеть свежо и ярко этой весной. Ирина, вот знаешь, чему я не перестаю удивляться? Моему мнению, что очаровали. Я понимаю, что бесконечно это ключевое здесь слово. Нет. Как нет? Ну, я о другом. Смотри, вот мы с тобой гуляем по улицам города. Рассказываем истории о нашем городе. И в то же время я, например, понимаю, что остается бесконечное количество историй, о которых мы еще не рассказали. И о которых мы обязательно расскажем в следующих выпусках нашей передачи. Ну, а на сегодня все. И мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83, телефон в студии 2215-83-22-9070. И не забывайте о нашем сайте tvrmogilov.by. В гостевой оставляйте свои городские новости. Ну, а мы встречаемся уже на следующей неделе. Всем пока. Слышишь, какая? У-у-у! О-у! Это привидение! А ну вот! А-а-а-а-а-а-а-а!